По повестке дня третий вопрос по порядку. Для Севастополя возможно первый по значимости. В своем выступлении вице-премьер и по совместительству председатель морской коллегии Юрий Борисов коснулся темы перевооружения и переоснащения Черноморского флота современной техникой, а также материальной и социальной поддержки моряков-черноморцев. Все в рамках программы развития Черноморского флота. Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, 10 судов обеспечения. В состав флота уже поступили 6 современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота. До конца 2019 года планируется поступление трех боевых кораблей. Таких темпов обновление флот не знал десятилетиями. Это все новые корабли, боевые, суда вспомогательного флота, гидрографические суда, которые выполняют задачи в интересах региона Черноморского флота. На все приходящие новые корабли, если это военные экипажи, то у нас только военнослужащие по контракту служат. А если это гражданские экипажи, то это лучшие служащие Черноморского флота. Поэтому они полностью укомплектованы, боеспособны и готовы выполнять задачи. Кроме трех боевых кораблей, о которых упомянул Юрий Борисов, Черноморский флот до конца года должен получить еще несколько. Всего ожидается поступление более десяти новых единиц. Это гидрографические суда и суда обеспечения, вспомогательного флота, а также малые ракетные корабли. Кроме того, программа развития Черноморского флота предполагает улучшение инфраструктуры базирования и социально-бытовых условий для военнослужащих и их семей. В целях совершенствования медицинского обеспечения продолжается оснащение военно-морской клинического госпиталя в городе Севастополь. Численность контингента, прикрепленного на медицинское обеспечение с 2013 года, увеличилась пойти в четыре раза. Сдвинулось с мертвой точки и обеспечение военнослужащих Черноморского флота жильем. За время, прошедшее после возвращения Крыма и Севастополя в состав России, жилье получили более 1800 военнослужащих, подчеркнул вице-премьер. Еще один вопрос, который обсудили на морской коллегии – развитие судостроения и предприятий обороны промышленного комплекса Севастополя и Республики Крым. Для выявления проблемных вопросов в этом направлении Министерство промышленности и торговли страны проводит еженедельный мониторинг. Анализ показывает, что в целом ситуация стабильная. Обеспечивается загрузка организации ОПК в соответствии с перспективным планом загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий до 1927 года. Вместе с тем остаются и нерешенные проблемы. Обозначенные планом предусматривалось строительство на Крымских верфях 32 кораблей и судов для Министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложение по загрузке предприятий после 1922 года. Председатель морской коллегии подчеркнул, необходимы специальные меры для поиска контрактов. По мнению федеральных властей, предприятия могут предложить потенциальным заказчикам газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда. На встрече отметили, необходимо усиливать производственный потенциал предприятий Севастополя и Крыма. Комплексно решать проблемы занятости возможно лишь развивая промышленный комплекс города. А это новые рабочие места и зарплаты. Речь шла о поручениях проработать дополнительную загрузку Севморзавода по задачам, связанным с плавкраностроением. Это вопросы, связанные с завершением создания единого судостроительного судоремонтного кластера путем интеграции 13-го судоремонтного завода, передачи его изведений Минобороны. И вопросы, связанные с загрузкой Севастопольского авиационного предприятия, это не впрямую связано с судостроением, но это тоже важный вопрос с обслуживанием и группировкой сил, средств, силовых ведомств на территории Крымского полуострова и в целом юга России. Сейчас практически завершен процесс федерализации городских предприятий оборона промышленного комплекса. Севморзавод передан в прошлом году, а Севастопольское авиационное предприятие еще раньше. Сейчас речь идет о том, чтобы завершить это, то есть довести до логического завершения, в частности по САПу, это завершение интеграции в холдинг вертолета России, по Севморзаводу это вопросы интеграции в объединенную судостроительную корпорацию. Обсудили на встрече состояние национальной безопасности страны в области морской деятельности. Оно по итогам мониторинга прошлого года оценивается как удовлетворительное. Не допущено ни одного теракта. Тем не менее, расслабляться не стоит. По словам вице-премьера, необходимо постоянно быть готовым к новым угрозам.